Умоляла врачей, им Гольцковской клиникой, ради бога, спасите, что можно. Что можно, я чуть ли не на коленях там умоляла. И вот они там проделали ему операции, там удаляли, все, все, там вообще жуть было. А мы сейчас хотим добавить, чтобы заплатили моральный и материальный ущерб, потому что действительно человек теперь не работает. И на то, что он сейчас ему дают пенсию в 6 тысяч, вы знаете, на них не жить. Он получал по 20 с лишним, до 30 тысяч. И мы никому не обращались за помощью. Я хочу обратиться к министру здравоохранения России. Я обращусь, я дойду до этого. И обращусь на телевидение. К этому вот сейчас ведет. Пускай послушает, как у нас лечат в Твери. Вот они нам вернули деньги. То, что некачественно была сделана диагностика, потому что металл там они не нашли. Вот эту проверку. Они признали, что виновата эта 7 больница. Вот тут все написано. Так, а это сейчас у меня. С меня ничего не документ. Я привезла, единственное, вот это страховые свидетельства. Больше ничего. Медполис, да? Да, медполис. То есть не взяли с вас? С меня вообще. Мы только заплатили там 4 тысячи. Шансы на спасение глаза, если бы вовремя была оказана неотложная медицинская помощь, были бы сохранены. То есть если бы поставлен был правильный диагноз, УЗИ было совершенно сделано неграмотно. Даже при простом узическом обследовании на самом дешевом оборудовании этот предмет можно было увидеть. И это делает вывод о том, что врач, выполнявший данный рейтеновский снимок, был очень некомпетентен. И заключение на основании этого снимка он выглядел очень неадекватным. Субтитры создавал DimaTorzok Подвели нас коллеги, вот мне неудобно про коллеги говорить. Диагностика, диагностика. Вот. Началось все вот с неверного первого диагностического поиска. Я, к сожалению, по профессии своей не офтальмолог. Вот, я терапевт, вот, и оценку наших офтальмологов давала экспертиза. Вот, я думаю, что вот за истиной правильно нужно обращаться к профессионалам. Диагностика. 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 Продолжение следует...